Вы подвяжите прививке, мы рады, что вы пришли, что вы поддерживаете. Новый министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский пришел на вакцинацию от коронавируса перед футбольным матчем крылья Совета «Факел». Состояние здоровья позволяет ему укрепить иммунитет и предостеречь организм от коварной болезни. А мобильные прививочные пункты – хорошая альтернатива для тех, кто сильно занят на работе. Не хватает времени для своего здоровья. Иду мимо, смотрю автобус. Почему не привиться? Тем более рядом пойдем болеть за команду. Ну и заодно и полезное сделал. В принципе, хорошо, удачно, правильное размещение, где можно привиться, спасти свое здоровье. Надо делать, надо прививаться. В передвижном прививочном пункте для вакцинации от ковид-19 возле Самарского стадиона привиться мог любой желающий. Волонтеры приглашали болельщиков на процедуры. Сейчас такое время, что коронавирус, очень много кто заболевает им. Помогать людям, чтобы не болели. Перед прививкой врач рассказывает о вакцине, измеряет температуру тела и кровяное давление. Проводит общий осмотр и после этого принимает решение о проведении процедуры. Если нет противопоказаний, то можно прививаться. Самарские любители футбола были приятно удивлены, что на стадионе можно было совместить приятное с полезным. Ради безопасности, потому что поездно, потому что не хочется заболеть. Во многом из-за жены, у нее довольно слабое здоровье. И то есть, ну это как обычно бывает, за себя особо не боишься, а вот за близких переживаешь, поэтому... Передвижные прививочные пункты работают в разных районах города. За один день в них прививаются несколько десятков горожан. Процедура прививки в передвижных пунктах ничем не отличается от стационара. Также потом врач выдает памятку и назначает дату повторной вакцинации через 21 день. Важно помнить, что прививка от COVID-19 формирует иммунитет в отношении коронавируса. Сергей Кизоркин, События.